От Иоанна 17. Здесь у нас очень необыкновенная, интимная, скажем, очень приватная запись молитвы между Иисусом и Богом. Это почти единственный раз в Евангелии, где у нас есть такая молитва. Есть такие пары слов между Иисусом и Богом, а здесь у нас самая длинная молитва Иисусом. И это как-то уникально, удивительно окно на отношение между Сыном и Отцом. И, конечно, это специально вложено здесь, именно на том месте, в Евангелии от Иоанна. И почему? Почему, допустим, раньше мы не читали какую-то молитву, которую Иисус сказал Богу? Зачем именно сейчас мы это читаем? Потому что, как я вчера объяснил нашу 16 главу, Он как раз обещал дать нам Утешитель, то есть Святой Дух. То есть возможности иметь отношение с Богом так, как у Него был. И Он столько раз это сказал, что Я ухожу в физическом плане, но Я буду все равно с Вами, потому что Я дам Утешитель, Я дам Дух. И здесь, в этом же молитве, Он столько раз попросил у Бога, чтобы то отношение, которое у них было, то есть между Иисусом и Богом, было бы у нас. И это удивительно высокий призыв думать, что Я могу относиться к Богу так, как Иисус относился к Нему. И поэтому вот у нас есть тот молитва, тех слов, где мы сможем кое-что увидеть, кое-что понять, суть отношения между Иисусом и Богом. Потому что то отношение между ними может быть в полное и наше отношение и с Богом, так, как был у Него. Но столько раз сказал, что Я хочу, чтобы где Я стою с Богом, Вы и будете и тоже с Богом. И в первом стихе Иисус возвел очи Свои на небо и сказал. И сразу мы видим, нету барьеров между Иисусом и с Отцом. Абсолютно. И вот это вопрос для нас. Смогу ли я, сможешь ли ты так молиться Богу, поднимая очи, поднимая глаз прямо на небесах и просто говорить к Богу? Помните тот притч, где Иисус сказал, что был человек грешный, миттер, который молился Богу и не мог это делать. Сказав, что Я такой грешный, Я не могу поднимать даже голову, тем более не глаза на небо, потому что Я такой грешник. А Иисус так молился, возвел очи Свои на небо, чувствуя никакого барьера, никакого препятствия перед Богом. И Он имел в виду, что мы сможем иметь то же самое отношение с Богом. И это чудесный, высокий призыв к нам, что мы сможем иметь то же самое отношение с Богом, так, как был у Иисуса. Неудивительно, почему я с Максимом постоянно ободраю людей, принять крещение во Христе, потому что это вот начало, тот путь. Когда человек во Христе, тогда Бог смотрит над нами, как мы являемся самым Иисусом. И вот то отношение тогда начинается, и тут возможности, чудесные возможности, иметь такое отношение с Отцом, чтобы на самом деле человек не один, не одна на этом свете, зная, что Он со мной, я с Ним, и хотя я грешник, все равно, в конце концов, тот барьер нету между нами. И Он сказал, Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославить Тебе. Был какой-то взаимность между Богом и Иисусом, какой обоюдность в отношениях. И получается, и то же с нами. Когда молимся, Бог хочет ответить, мы как-то чувствуем, что да, Он со мной. Не в том, что Он даст все то, что мы хотим, а потихонечку чувствуем, что да, Я как-то в отношении с Ним. В втором стихе, Так как ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Иисус это сказал прямо до того, что Он умер. И Он умер, имея власть над всякою плотью. И солдаты, и так далее, смеялась, и убили Ему, считая, что у нас власть есть. А нет. У Него, Он сказал, Бог дал мне власть над всякою плотью. Тогда, когда Пилат сказал, молодой человек, не признаешь, что у меня есть власть, тебе убить, либо нет. Иисус сказал, у тебя никакого власта нет. Видимо, у Него всю власть. То есть, имея всякую власть над всякою плотью, Он все равно умер для нас. Так как Он сказал в 10 главе, «Никто не возьмет от Мне жизни, Я это дам». И в этом плане смерть Иисуса неправильно объяснить, как убийство. В одном плане это да. Но в конце концов, Он отдал свою жизнь для нас. И Он это делал специально, чтобы показать, до таком степени Он нас любит. И когда иногда чувствуем, что я как-то никчемный на этом свете, что кто меня любит, кто меня оценивает, кто на самом деле, для кого он мне вообще нужен. Ладно, если даже на этом свете на самом же деле, мы на самом деле не имеем, никого нет. Ну, хорошо, а у нас есть на самом деле Отец и Сын, то есть Иисус на небесах. И мы являемся все для им. И тоже, когда кажется, что жизни не повезло для нас, у Него всякая власть есть над всякою плотью. И ничего не случится в жизни, которое Он не позволяет. Это не вопросы удачи, неудачи и так далее. Понятие удачности, что это неудачные, удачные. В нашей жизни, как верующих людей, это нет. Все как-то под контролем. Все, даже мелочи. Имеется свое значение перед Богом и в нашей жизни. Он сказал, что «то всему, что ты дал Ему, даст Он Жизни Вечную». Наверное, сперва считаем, что это говорится более о том, что когда Он придет в последний день, тогда мы получаем Жизни Вечную. И это точно так в виду. Но столько раз в течение Евангелия от Иоанна Он сказал, что «Я дам Жизни Вечную прямо сейчас, к моему. Веришь, разверишь, то я дам Жизни Вечную прямо сейчас». Мы все такие умрем. Он не имел в виду в физическом плане, потому что мы все такие мертвы, умираем. Он имел в виду, что мы сможем начинать жить так, как мы будем вечно жить в Царстве Божьем. В этом плане у нас есть Вечная Жизнь. Не в том, что мы не умираем. Он имел в виду Жизни так, как Он жил. Или, другими словами, Его Дух. Его Дух, Его Мировоззрение, Его Жизнь, Его... Но как Он жил, типа жизни, форма жизни, которая была у Него, может быть, и у нас. Поэтому, когда Он умер, Иоанн заметил, что шел от Него кровь и воду из Бока. После копью они открывали Бок Его. И это, по-моему, говорится о Его Даре к нам в Жизни. Не только в Жизни Вечную, на будущее, а способность через Духом жить так, как и Он. Имея Его в глазах, можно сказать, Его Мировоззрение, Его Жизнь, Его Ум, Его Дух. Это все-таки говорится о Боге тоже. В третьем стихе. Он определил, что значит Вечная Жизнь. Вечная Жизнь значит познать или дознают Тебе. То есть, на еврейском, тут понятие «знать человека», значит, иметь отношение с ним и с ней. Это не насчет академических знаний, теоретических знаний. Это говорится о том, что мы как-то в отношении с человеком. Помните, в Великом Завете мужчина знал жену, и вот у них был ребенок. Не значит, что они как-то знали друг друга. Значит, что у них отношение было. И это тоже, кстати, не говорится акт секса. Это говорится о том, что они женились. Короче. Что да, они знали друг друга, и вот ребенок был. Это не значит насчет теоретических знаний, что я знаю, что он... Она закончила школу 15 лет тому назад, и какая школа она закончила. Это значит, короче, отношение. Будь в отношении с кем. И так он сказал, он определил здесь жизнь вечная, так как знать Тебе, познать Тебе. То есть, быть в отношении с Тобой. И в этом плане мы сможем жить с ним, имея вечные жизни прямо сейчас. Хотя мы умираем. Ну, смерть тогда для нас, для тех, которые крещенны во Христе, это просто сня. И когда Иисус придет, воскресенье будет, и мы продолжаем жить тут вечной жизни. Значит, что хотя измена будет насчет природы, насчет тела и так далее. В конце концов, кто я, кто ты сегодня, это кто? Мы вечный будем. И это и тоже призыв к нам. Потому что это значит, что личность, характер, это самое главное. Иначе мы просто вот тело, организм, который функционирует за, скажем, 80 лет, и потом умирает. Это трагедия. А человек не просто тело. Я знаю, что в мире, тем более, все так визуально, что получается, что человек просто является телом. И это ужасно. Человек является человеком, и не тело. Ну, в смысле, не только тело. А вот личность, кто человек, характер, это вот самое главное. И это не значит, кстати, что если мы правильно понимаем Богу, Бог будет дать нам какую-то награду, вечную жизнь, когда Иисус придет. Это так не имеется в виду. Это имеется в виду, что мы сможем прямо сейчас получать тот вечный жизни, тот тип жизни, который мы будем вечны, жить прямо сегодня. И тот жизни значит познать Богу, знать Богу, быть с Ним в отношении. Четвертым. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. А какое это дело, которое Бог дал ему? Это в принципе наше спасение. Это все. А когда Он умер на кресте, Он умер словами «соврешилось». То есть кажется, что Он только совершил тот работу, тот дело во время смерти. А здесь Он сказал, что Я уже совершил дело. Но только при смерти Он кричал «соврешилось». То есть Он понял, что в принципе суд Его дела на кресте Он сделал в течение, Он совершил в течение его жизни. Его смерть не был, ну, это было, конечно, специально, очень значительно, но суд, то, что Он там делал, Он совершил в течение своей жизни. Так как в нашей жизни это не просто вопросы «иногда», кроме что, ужертвовать в очень радикальном плане Богу. Это вопросы жизни каждый день. Прославить Тебе на земле. Пятым и ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебе самого славы, которую Я имел у Тебе прежде бытия мира. Что это значит? Но сперва надо понять, что значит слава. Что это значит? Это не просто значит какой-то свет, какой-то блестящий свет. Что значит слава Божия? Помните, наверное, Моисей задал Богу вопрос. Он сказал «покажи имя Твоё, покажи себе, я хочу Тебе увидеть». И потом он сказал «покажи Мне славу Твою». И что случилось? Бог сказал «в физическом плане нет, ты не сможешь Меня увидеть». А Бог явился перед Моисеем и назвал Себе Ковьяхвы и сказал, что я буду проявить имя Моего к Тебе. И Господь шёл перед Моисеем, сказав всякие характеристики Божьи. Я Бог Любви, Я Бог Справедливости, Я Бог Который любит прощать, Я Бог Который всё видеть. То есть Он объяснил все характеристики в его Моисею. И вот это было Его слава. Его слава, Его имя это одно и то же. Его характеристики это одно и то же. На еврейском понятии имя человека это не просто Данкан или кто слава. Имя человека значит означает его характер. Кто Он на самом деле. Так Иисус значит спасение Господа и так далее. Итак тот слава был у Бога в самом начале. Помните здесь Иисус в молитвах к Отцу. И у Бога есть какое-то другое понятие времени чем у нас есть. Мы хотим всегда как-то понять жизнь в хронологическом плане что вот какой-то промежуток после этого еще после этого еще. А у Бога нет такого понятия. Например Иисус только сказал что я ухожу сейчас к Отцу. Ну он что имел ввиду в принципе он имел ввиду что я ухожу на кресте но для него крест смерть воскресенье и его после 40 дней он шел на небесах все это для него одно и то же он не определил как то на разных хронологическом сегменте в смысле промежутки и стадий это все одно и то же и Кремнинам 4 глава 17 стихе написано что Бог тогда говорит о том что не существует так как уже существует потому что для него существует Итак Иисус только получал тот слава когда он воскрес Кремнинам 6 4 написано что Бог явил его славу во время воскресения Иисуса а здесь написано что тот слава был у тебе прежде бытия мира то есть все то что случилось с Иисусом его смерть его воскресенье его прославление это все было у Бога от самого начала Бог не просто придумал на самом последнем минуте ой вот мой сын вообще молодец как он молодец как он умер как он страдал хорошо я дам ему славу и так далее нет Бог это уже имел все в виду и так поскольку у нас есть разные страдания разные проблемы опыти не думайте что это все как-то Бог не в курсе Он все признал и тот признание получается огромное утешение что это не просто случайность это не просто случилось так и вот Бог это не заметил Бог как-то это не знал и все как-то вне его контроля нет Он все таки признал я знаю что понятие признания немножко сложно считаем а если Бог признал как все получится Он признал и признает все и это тогда утешение что случайност в этом плане нет абсолютно нет Итак 6 Я открыл имя твоей человеком которых ты дал мне от мира они были твои и ты дал их мне Я открыл имя твоей человеком которых ты дал мне Это опять какой-то силок на опыт Мойсея когда написано что Бог открыл имя его Моисею То есть Иисус ставил его учениками на месте Моисея Я открыл имя твоей человеком которых ты дал мне от мира то есть ученикам верующим Получается тогда что мы вместе Моисея Так как Бог открыл имя его к Моисеям к Моисею Здесь написано что Иисус открыл имя Божье нам Но это для нас мы сможем как-то все равно Но для тех евроев Моисей был самый высокий человек Он как звезда духовным образом И претендовать на месте Моисея для им нельзя Они обыкновенные рабочие людей людей Либанов и так далее Они не такие интеллектуалов Они обыкновенные людей И Иисус сказал им что вы в принципе вместе и на месте Моисея И для нас то же самое мы считаем а кто я Разве я специальный человек Нет Я просто очень обыкновенный человек А вот Господь сказал что здесь имел ввиду что мы сможем быть так как Моисея Мы сможем иметь на самом деле такое очень важное высокое место перед Богом делать Его дело действовать для Него А мы все считаем что кто я Это наши квалификации Это наши способности и адекватность к этому считать ой а кто я Вот сразу когда человек так и чувствует а кто я Вот сразу человек готов Это вот именно с такими людьми с кем он действует Они Он сказал сохранили слово Твоей Я заметил в этом молитве Иисусе поскольку он говорил уверяющих он очень очень положительно говорил Богу о них Допустим вот Они сохранили слово Твоей А когда он с ними сам говорил он немножко резко он немножко по сторону критиковали как они были Например 16 глава только пару стихов тому назад они сказали 16 главу 30 стихе Теперь видим что ты знаешь все посему веруем что ты от Бога еще Иисус отвечал им теперь веруйте вот наступает час и наступало уже что вы рассеете скажите в свою сторону и меня оставите одного то есть он прекрасно понял что они такие слабые что они не такие крепко верующие он знал что они будут уходить от него и даже как я вчера сказал когда он умер для им эта трагедия он им столько раз сказал что вот после 3 дня после того что я умрю воскресенье будет а после 3 дней они буквальным образом на рыбалку Петр сказал ну хорошо я обратно гердею на рыбалку и они все сказали ему и тоже на рыбалку а Иисус это признал и сказал им я знаю вы считаете что вы верующие но что вы веруете а на самом деле теперь веруете я знаю что скоро в рассеете из каждого свою сторону и меня оставите одно дело но когда он молился Богу он так положительно о них говорил что они вот такие молодцы но очень будь с ними прибудь с ними они такие молодцы вот и когда мы рассматриваем его действия с нами он он правил иногда показывает нам что он не то ты не то делаешь и мы знаем что мы не совсем то и что он это знает а когда он молится Богу он очень у нас положительный так как Павел писал криминам что Бог как-то считает все праведности Иисуса к нашему счету раз человек принимает крещение во Христе и находится во Христе тогда Бог считает что у нас есть его праведность и в этом плане мы видим здесь чудесный образ как Иисус молится для нас потому что как я сказал специально здесь написано чтобы мой служитель имел уникальную возможность слушать как Иисус умеет говорить с Отцом Его и как Он молится у нас потому что большинство молитвы это у нас не у себе не смотря на то что Он готов умереть и страдать Он более переживал у нас и если Он так положительный у нас нам надо подобрать от этого Дух положительное отношение друг к другу в обществе есть вообще такая отрицательность негативность против друг друга что это не то жалуем жалуем читаем смотрим по интернету по телевизору или газетах всегда вот жалобы что это не то тот человек не тот человек этих людей тот департамент тот фирм не тот явный и тот дух негативности это страшно и как-то жить в этом мире более положительным позитивным духом мы сможем только это делать поскольку подобраем тот пример и ободрение от самого седьмой ныне уразумели они что все что ты дал мне от тебе есть ныне уразумели они они сейчас поняли но он сам сказал им что как-то вы не понимаете вот и даже 14 глава восьмой девятый филипп сказал ему господи покажи нам отца и доволен для нас иисус сказал ему столько времени я с вами и ты не знаешь меня филипп как же ты говоришь покажи нам отца разве ты не веришь что я в отце и отец во мне то есть он имел ввиду что вы так не понимаете я разочарован как мало вы понимаете а когда он говорил с отцом он сказал ему что да нет они прекрасно уразумели прекрасно понимают молодцы они это любовь на самом деле когда ты говоришь так положительно человеку просто на просто потому что ты любишь тот человек и Иисус то же самое для нас делает потому что он до сих пор для нас молится на небесах девятом я у них молю не у всем мире молю но у тех которых ты дал мне потому что они твои и все мои твои и твои мои это опять чудесно что мы являемся его и не всем мира является его а мой потому что мы не от мира поэтому он рисовал какую-то разницу какую-то границу между миром и вершими людьми факт того что не все спасаются а только меньшинства я знаю что мы как-то страдаем с этим вопросом а разве это правильно и так далее но это факт хочешь не хочешь но это факт что не все спасаются согласно библию а бог выбрал некоторых и кто тот некоторых это мой здесь поэтому он сказал столько раз здесь что они в мире а не от мира мы в мире а как то почему мы здесь почему мы здесь сегодня почему мы вообще веруем это не из-за того что мы такие святые но мы как-то не не из этого мира мы живем здесь но есть в каждом из нас здесь в этом зале есть какая-то разница между нами и тот мир и мы поэтому здесь и Иисус это заметил с учениками они не такие крепкие верующие совсем нет он сказал одиннадцатом я уже не в мире но они в мире а я к тебе иду отче святые соблюди их во имя твоей тех которые ты мне дал чтобы они были едины как ему соблюди их то есть сохрани их и как бог будет это делать но он сказал что я им соблюдал их во имя твоей пока я был с ними я даже я не буду с ними потому что я иду к тебе а он сказал 7 главу 39 довольно часто что когда я иду к отцу тогда он даст святой дух я столько раз объяснил что это не в виде чудесных даров святого духа в смысле говорить на языках исцеления и так далее это было в первом веке но это не то что он имел ввиду он имел ввиду тот внутреннюю силу дух сердце это то что он имел ввиду и тот соблюдение тот охранение человеку и он имел ввиду духовным образом потому что он сказал что я соблюдал их во имя твоей тех которых ты дал мне я сохранил и никто из них не погиб кроме сына погибли это это Юда Искариота и когда он имел ввиду сохранил соблюдал их он имел ввиду духовным образом он не имел ввиду что я дам им шикарную жизнь нет он имел ввиду что я им сохранил соблюдал то есть во имя твоей то есть в этом круг духовном духовности по пути царствия божия это то что Иисус имел ввиду что я им соблюдал и это то что нам надо потому что в каждом сторону у нас есть столько исключений столько исключений и Иисус имел ввиду что я им духовным образом соблюдал всякие этих исключений отча я сейчас ухожу от них а ты будешь сейчас им соблюдать сохранить и как он это делает способом духа тот дар который он готов дать каждый крышом на человек тот внутренний сил не пропасть в исключения это то что нам страшно это нуждается потому что плоть наша такой слабый раз вы встречаешь исключением попадем потому что мы слабы и откуда от сил у кого нету такой желез внутри какой-то стал внутри какой-то крепкий дух у кого есть у никого нет нам надо тут укрепление тот соблюдение сохранение от греха от исключения и Иисус сказал что я это делал я им сохранял в мире ладно я потерял сын погибел Юда Искариота потому что он сам хотел и он готов до сих пор это делать соблюдать нам сохранить нам это то что страшно нам нуждаемся и вот именно наши самые реальные нужды то есть духовные сохранения он придумал его дух чтобы духом мы сможем тогда держиться на этом путь столько поколению будут это прочитать и слушать и так он сказал все гаврию в мире чтобы они имели в себе радость мою я я что он постоянно имел ввиду что я хочу дать дух мою к вам чтобы его радость его мировоззрение было бы наше и что значит его радость помните тот притч где он сказал что он как пастух который нашел потерян и с радостом вернулся домой его радость в том что он нашел он спасал человеку или он сказал другом притч что он будет приглашать нам в радости своей в судном гем когда мы будем в царстве божьем его радость является наше спасение и он сказал я хочу чтобы моя радость была их это не значит что мы будем после получения духа как то хи хи ага это не его радость потому что он здесь очень серьезно он прямо до смерти он знал что через несколько часов он умирает на кресте он сказал что я хочу чтобы мою радость любви ваших какие у него радости не в этом плане так как это все очень большая шутка и весел и так далее нет его радости не так примитивно его радость в том что он мог поднять глаз на небесах зная что нету барьера между Богом и мною это вот такой радость на самом деле радость о том что он спас человека радость о том что он нашел потерян человеку потерян душу он нашел вот это его радость и для нас то же самое когда у нас есть его дух в смысле мы начинаем соображать жизнь так как и он начинаем смотреть с его глазами на жизни тогда все по-другому это не такой жизненный радость для нас что вот машина явился денег явился квартиру и так дам это не то что он имел в виду когда он сказал что я хочу чтобы они имели в себе радость мою это не его радость его радость более глубокая тот радость зная что я с Богом и он со мной он обитает в мне и я с ним 14 стихе я передал им слово твоей и мир возненавидел их потому что они не от мира как и я не от мира и правда мир возненавидел и возненавидеть всякие которые не от мира ты садишь допустим вместе скажем пять человеком и как-то они замечают что ты как-то не с ними хотя ты ничего не говоришь начинается как-то возненавидеть тебе я раньше провел пример в моем жизни я был в монголии и я монголский язык абсолютно ни слова не знаю и вот я садил на купе где-то 15 часов такой закрытый купе и было всего пять человек пять мест четыре этих монголоиды как но из монголии они все водка начинали выпивать я не пил с ними вот и я чувствовал через час через два часа через три часа тот ненависть против мною я ничего не сказал и ничего плохого не делал я просто там сидел потихонечку вот если я с ним начинал выпивать все хорошо я хороший парк я это представляю и мы все вроде это видели как если люди как-то чувствуют что ты как-то не отсюда ты как-то не наши вот сразу ненависть начинается это не значит что я лучше чем этих людей в этом купе это не в том что мы лучше это в том что почему-то мы не от мира и как я сказал почему мы все здесь сегодня потому что мы не от мира не из-за того что мы лучше мира а как то мы не от мира и Иисус сказал насчет его учеников что они тоже не от мира но видимо они не такие духовные 15 я молю не молю чтобы ты взял их из мира но чтобы сохранил их от зла это да всякие понятия монастырь где ой я хочу из этого мира выходить я хочу вот быть взят как-то из мира не хочу быть здесь хочу жить на острове где духовности так нет духовности нам надо проявить здесь в мире и даже иисус сказал что я не молюсь чтобы ты взял их из мира но чтобы сохранил их вот и это Бог делает как я сказал духом тот укрепление тот соблюдение он будет делать зная что это это лучше для нас еще жить в мире это не так что ладно духовности означает что я вообще ухожу живу от отдельных людей от общества это не духовности и всякие понятия мастерии и так далее я сам очень сомневаюсь если тех монашки и так далее нашли на самом деле духовности поскольку мы знаем нет столько слышаем о делах которые производятся у них шестнадцатом они не от мира как и я не от мира освяти их истинную твоею слово твое естественно освяти это какой-то язык который более подходящий для священников когда Моисей например или Аарон точно освятил этих левитов чтобы дальше они могли служить и то понятие о том что мы являемся тогда левитов что богослужение это на наших плеч это странно мы все как-то предпочитали бы хорошо ходить на собрание и да пусть либо пастор либо священник будет все это делать я просто как прихожан прихожу ухожу это понятие у нас как в религии для христиан но Иисус имел ввиду и повторяется дальше в Новом Завете что мы все являемся левитов священников Он освятил каждый из нас 18 как ты послал меня в мир так и я послал их в мир значит что Иисус не предсуществовал буквальным образом до его существования это не так что Бог послал его из небеса на земле как ты послал меня в мир так и я послал их в мир то есть мы живем в мир и Бог послал нам в мир это из-за того что мы мирские потому что мы здесь но в мире а не от мира что мы сможем говорить с людьми здесь поэтому Он сказал что я не молю чтобы ты взял их из мира 20 мне о них же только молю но и о верующих в мне по слову их и Он предвидел людей как и мы которые верующие в мне по слову их мы которые в конце концов слушали Евангелие из-за того что они проповедовали мы читаем вот здесь Евангелие от Иоанна вот и мы тоже веруем и кажется что Иисус как-то предвидел наверное наша группа здесь в Рыгии в Латвии наверное вот Он предвидел наверное все и Он знал что мы как-то существовали уже в уме в плане в намерениях Божьих 21 молился да да будет все едино как ты отче во мне и я в тебе так и они да будут в нас едино да уверовать мир что ты послал меня если на самом деле у нас есть то же самое отношение с отцом так как был у с друг другом и тут единствие между верующими людьми Он объяснил должен быть свидетельство перед миром так силно так убедительно чтобы уверовать мир что ты послал меня это трагедия не меньше трагедия и что в христианстве нет такого единства потому что здесь он объяснил что раз у нас есть то единстве это будет так необыкновенно чтобы убедить миру чтобы веровать что ты послал меня дальше в новом завете читаем как евро язычников которые даже с друг другом не кушали вообще не общались друг другом как они были вместе как женщины и мужчины были вместе когда в их понятии жизни женщин вообще не имели никакого роли не играть и как и свободного и тех в рабстве общалась с друг другом так как Павел писал как галатам что во Христе мы все вместе едины это по идее было бы чудеснее от свидетельства и почему христианство начинало растить так сильно в первом веке когда все было против разве люди веровали то что они сказали что был какой-то парень из Израиля из Палестины который был всем Божием его матери Мария стала беременна но не от человека не от мужчины а прямо от Бога он жил потом умер на руках римского власта через воспятие которое было стидно для им после трех дней воскрес хотя он не показался не явился публично перед всем а только перед учениками и после сорок дней он восходил в небе на небесах и он сейчас там находится и если мы будем принять крещение во имя его мы сможем получать прощение и вечную жизнь и он придет как-то это не очень убедительно а разве зачем они это веруют зачем людей в тысячи в тысячи приняли крещение в первом веке разве это не кажется немножко странно потому что вопрос был бы а где он ты говоришь что он на небесах а где он где показательства на то что ты говоришь что это правда тем более писание в смысле библию было не очень распространенной новый завет уже не написано вот и большинстве людей неграмотные на всяком случае это прочитать почему тогда людей веровали я не думаю что это из-за чудеса я думаю что Бог очень мало использовал чудеса почему людей веровали из-за того что здесь написано когда они видели то необыкновенное единствие между верующими людьми они поняли что это кое-что есть здесь как может быть что евро язычников всякой национальности и мужчины и женщин и свободного и тех в рабстве они все вместе как то какое-то единствие необыкновенное и люди из-за этого начинали думать и понять что это на самом деле от Бога то есть это святительство в пример в примере церкви верующими людьми 23 я в них и ты во мне да будешь соврещен воедино и да познает мир что ты послал меня и возлюбил их как возлюбил меня опять его видение его намерение скажем было в том чтобы чтобы людей видели увидели из наших примеров вот что на самом деле мой от Бога и тот Иисус который является центром нашей веры и опыта на самом деле существует до сих пор и 26 я открыл им имя твоей и открою да любовь которую ты возлюбил меня в них будете я в них я открыл имя твоей я сказал что это имеется как смысл то что случилось с Моисеем когда Бог открыл имя его к Моисею Иисус имел ввиду что в течение моей жизни и служения я открыл имя твоей и открою это что имеется ввиду я думаю что он имел ввиду что я сейчас умрю на кресте и там я открою имя твоей чтобы поскольку человек размышляет о смерти Иисусом поскольку мы как сказать стоим перед крестом Иисусом поскольку тогда слава Господне имя Господне откроется перед нами и результат этого да любовь но чтобы любовь которую ты возлюбил меня в них будет то есть размышляя о смерти Иисусом стоим как сказать перед крестом мы не сможем быть пассивным мы не сможем как-то быть все равно должен быть какой-то ответ и тот ответ в одном слове в любви чтобы мы будем и тоже возлюбить друг другу так как ты возлюбил меня и так как обычно очень ободраю людей принять крещение с с